Сегодня в Ветковском районе день уже есть 70 предприемств, 14 из их уверенностей проверили специалисты Гомельско-областного объединения профсоюзов. Основную увагу уделили пытаниям применения контрактной системы найма. Значных порушений не выявили ни где, для ликвидации остальных отвели один месяц. У Ветковском филиале акционерного товариства 8-й Соковика сегодня просует около 50 человек. По осудности, этот участок створили для прославливания работников широкоместных предприемств, которые испынили свою деятельность. По першу чергу, по вовно-продильной и ткацкой фабрик, раз в некакие месяцы перенавучения, женщины приступили до самостойной працы. За два года звонился только некакий человек, причем все по властным жаданиям. По инших причинах контракты не записывали ни с кем, зато и предугледили особливые умовы працы для женщин, которые одни выховывают детей. Мы для них делаем среднюю смену, удобное для нее время. То есть она пришла, завела ребенка в садик или в школу, отработала свои 8 часов и ушла домой. Контрактная система найма до этого часа воспринимается неоднозначно. По областным объединениям профсоюза укажут, что в уголе спробуй звонить работника без уважливых причин. После закончения термина контракта на гомештине есть, але завершаются иначе отновлениями на працы и выплатой компенсации за кошт наймальника. Зараз профсоюзы пропонуют внести в працовный кодекс додатковое положение, которое сделает работнику еще больше обороненными. А про чатаго контрактная система повинна продовдерживать додатковое материальное сумелевание. В Ветковском районе такая практика применяется достаточно часто. Повышение тарифной ставки оклада по контракту в учреждениях и организациях Ветковского района составляет от 30 до 50%. Это очень много. Наниматели не допускают формального подхода в установлении контрактных надбавок. Также дни отпуска до пяти календарных дней они предусмотрены во всех контрактах. Ветковский ясный сад номер один, как приклад того, как можно заховать коллективу на самых складанных умовах. Поколь некаких месяцев эта установа находилась на реконструкции, и ее работникам выплачивалась материальная допомога. Причин для звольнения не шукали, и сегодня все специалисты снова на своих працовных местах. Еще раз до плюсов и минусов контрактной системы найму, президиум образцового объединения профсоюзов, звернулся непосредственно подчас посаджения. У первого черного о контракте социального партнерства. Небыто по причине складанной экономичной ситуации на некоторых предприемствах означаются спробы ликвидации коллективных договоров. Объединение профсоюзов с такой практикой категорично не сгодны. Некоторые положения могут быть припинены, однако отменять этот документ нелегонават по узаемной сгоде Баку. Упрощать его в каких-то низких пределах это недопустимо. Пересмотреть, приостановить выполнение каких-либо пунктов в связи с тяжелой экономической ситуацией на предприятии, в организации, это возможно. И то опять же это будет обсуждаться общим собранием, приниматься в общее решение и вноситься в какие-то приостановления действий пунктов, либо изменения. Ветковский район стал первшим, где специалисты образцового объединения профсоюзов провели мониторинг к применению контрактной системы найму. Теперь эту практику меркуется распространить и на иншие регионы. Алексей Чаров, Валерий Габанько, телерадиокомпания «Гомель» с Ветки.